Ну что же, приветствую Сергея Вячеславовича, Савельева, профессора и другие регалии его не буду называть. Я думаю, что люди, которые пришли сюда, знают их, а кто не знает, где его посмотреть в интернете. Тему мы назвали «Как повысить интеллект». И вот, видя, что так много людей пришло, мы немножко решили изменить формат. Скажите, пожалуйста, вот вы хотите задавать вопрос Сергею Вячеславовичу Савельеву? Просто интересно, кто-то хочет пообщаться с профессором Савельевым? Да, действительно. А как и человек решится сказать честно? Дело в том, что обычно, когда задают вопросы, вначале все молчат, а когда остается 5 минут до конца, рез рук. И потом начинают говорить, что уж такое, с недалекою говорить, его раскочегаривается. В общем, суть такая, я 10 минут вам дам на презентацию своей книги, на рассказ о книге. Ну, про интеллект вроде как повысить надо. Да, да. А потом я задам вопросы вот залу, кто хочет задать вопросы. И по очереди подходите к микрофону, задаю ей вопросы. Просто больше мы решили времени оставить аудитории, чем на интервью. Чтобы вам было лучше. Единственное, что, пожалуйста, не надо рассказывать истории своей жизни. Это именно вопрос. Короткий вопрос и конкретный ответ. Иначе, когда человек рассказывает, что он в 1932 году и так далее, и так далее. И как вообще надо перестроить всю Вселенную. И он сейчас сам это расскажет, но, в принципе, можно немножко послушать эксперта. Чтобы такого не было, пожалуйста, вот все. По формату все сказали. Вам слово. Я сразу скажу, что я Вселенную перестраивать не собираюсь. Задача очень простая. Попытаться сделать так, чтобы люди, когда пользуются своим мозгом, поменьше мучились. То есть или от глупости, или от ума, что одинаково вызывает одинаковое страдание. От ума обычно происходит в связи с тем, что слишком глубокий анализ происходящего вызывает печали. А от глупости это потому, что приводит к таким действиям, за которые приходится расплачиваться. То есть вот моя задача очень простая. Как бы научиться понимать, как работает наш мозг. В этом весь секрет повышения интеллекта. Надо начинать с очень простых вещей. Когда-нибудь в будущем сейчас готовится будет книжка, которая называется «Личный мозг». Это вот ровно про это. О том, что происходит у человека в голове, и почему он себя ведет так или иначе. И заставить себя вести по-другому не может. То есть не от того, что он там плохой или ничего. Он не понимает, как это сделать. Ну вот, ну начну от печки, что называется. Несмотря на глубокую убежденность, что мы самые умные, самые лучшие и прочее, это, к сожалению, не так. Если взять структурные основы, то наш мозг ничем выдающимся не отличается. У нас нет никаких объективных критериев для того, чтобы оценить наш интеллект в ряду животных. Ну, сначала по церебральному индексу. То, что очень любят в западной литературе, западные ученые. Есть такой прием, называемый кладизмом. Я его называю закладизмом, потому что только в таком состоянии можно читать эти работы. Которые выстраивают бесконечные прямые, где соотношение массы тела к массе мозга. И объясняют, что вот этот индекс у нас самый лучший. Это неправда. Значит, во-первых, у нас есть самые большие мозги. Например, у китов там до 16 килограммов. Но соотношение массы тела-масса мозга не в пользу китая, слишком большое тело. Но есть обратная ситуация. Крот, скалепус, вот такой. Бурозубка тоже вот такая. Калибри тоже вот такой. У них церебральный индекс больше, чем у человека, в полтора раза. При этом ни шахматистов, ни инженеров, ни космонавтов мы среди них что-то не видим. То есть, значит, дело не в размере и не в соотношении. То есть вот этот вся пул мировой литературы, а я уверен, что не в этом, конечно, зале, но в крупных книжных магазинах там по 5-7 метров полок сочинителей, которые это обсуждают. В чем дело? Значит, в чем-то другом. Дело-то в том, что мозг наш является метаболически очень дорогим предметом. и поэтому у бурозубки вот такого размера ей приходится там 7 собственных весов съесть. Это минимум. Ну так, чтобы не умереть сразу в течение дня. Почему? Потому что мозг очень большой, требует огромного потока энергии. И в этом весь секрет биологической эволюции человека. Почему? Потому что если наш мозг, это говорил тысячу раз, и повторю, тысячу первый, работает в состоянии фона, то есть, ну, в состоянии покоя. Дома вы пришли домой, донесли домой зарплату, ну или где-то там получили какие-то деньги, все домашние удовлетворены и тратят ваши деньги. Вы можете в этот момент расслабиться, посидеть около телевизора, и в этот момент ваш мозг после плотного ужина потребляет около 9% энергии всего организма. Это еще раз подчеркиваю, тысячу первый раз повторяю. Это очень дорогой орган. Не надо им зря почем пользоваться, он вас сожрет. В прямом смысле этого слова. Это в состоянии покоя. Одна пятидесятая масса тела и 10% энергии. А если вы начинаете думать, то этот расход увеличивается до 25% всей энергии вашего организма и 30-32% всего кислорода, который вы вдыхаете. Так долго жить нельзя. Поэтому задумчивость среди людей не очень распространена. В основном рефлексия различного рода или готовые алгоритмы поведения. В чем дело, кроме такой дороговизны, как ваш организм узнает о том, что дороговато думать-то? Как выясняется? Что он начинает кричать о том, что что-то делаешь? Последний жир на брюхе сейчас исчезнет при таком интенсивности. Кстати говоря, это происходит. Вы знаете, как девушки худеют в момент выхода замуж? До. А потом уже нет. Потому что мысли разные, они начинают пожирать человека. И всякие другие проблемы очень серьезные. То есть мозг – очень расходная система. И для того, чтобы этого не случалось, у нас есть профилактический механизм для того, чтобы защитить вас от существования лишних мыслей. Не дай бог, они появляются. Значит, как? У нас есть механизм контроля за расходованием энергии мозга. Если вы интенсивно начинаете думать о чем-то, то у вас возникают всякие дискомфортные состояния. Мозг перестает в автоматическом режиме контролировать желудочно-кишечный тракт, язва гастрита и всякие формы такие нехорошие возникают. Меняется тонус сосудов. У вас начинаются проблемы кровообращения, поскольку кровь идет в мозг, а не в полезные всякие органы, например, в подкожный жир, где можно его накапливать, или в печень, где можно гликоген откладывать, ну, наевшись сладенького. И третье, самое последнее. Мозг еще работает неравномерно, но об этом чуть позже. Так что получается? Что для того, чтобы бороться с работой мозга, то есть наш организм в течение эволюции, эта эволюция у нас продолжалась примерно 60 миллионов лет, именно направлены на это, у нас происходит очень простой и понятный механизм. Если вы снижаете расходы головного мозга, значит, увы, вас тут же поощряют полезными веществами. Вот здесь взрослые в основном люди сидят. Я маленьких не вижу, очень удачно, а то бы они гордились. Потому что у взрослых людей в ответ на снижение энергии вырабатываются каннабиоиды эндогенные. То есть вы меньше думаете, больше получаете удовольствие от жизни. То есть все очень просто. Чем меньше расходы энергии мозга, тем больше эндогенных каннабиоидов выбрасывается внутри мозга. А у детей, чтобы вы завидовали, ну, вы детство свое вспомните сейчас все, и вам покажется, что это так близкое все и родное. Так было хорошо, когда вы бегали маленькими. И что бы родители не делали, все равно было замечательно, куда бы вас ни вели. Просто у детей, кроме каннабиоидов, в ответ на снижение энергии вырабатываются еще и опиоиды. Ну и под двумя косичками, как вы понимаете, жизнь была в детстве прекрасной. Вот опиоиды перестают вырабатываться к половому созреванию и лишают нас детского счастья. О чем вы так сожалеете? Так что вот имейте в виду, о чем вы сожалеете вообще-то. То есть на самом деле, поэтому детей очень трудно заставить, учиться. Вот книжка у меня есть, это «Морфология сознания», первый и второй том. Там я как раз ее писал для того, чтобы оградить детей, на самом деле, от полоумных мамаш. С одной стороны, рассказать, как устроен их мозг, как он растет, развивается. Я вот всегда привожу этот пример, потому что иногда я просто в шок впадаю от этих зрелищ. Когда рождается ребенок, там два месяца, и бабушка с цветными бубенчиками так вокруг скачет, как папуаз вокруг костра. А он их не видит и почти не слышит. Это бабушка себе это делает. Это ее танцы. Это она выражает буйный восторг от того, что появилась гинокопия в следующем поколении. Потому что для него это бесполезно, потому что, во-первых, еще цветовое зрение не сложилось, сетчатка не полностью дифференцирована, звуковые центры мозга не сформированы. У него там вообще вначале только два органа чувств. А боняние, это чтобы мамину грудь найти. И второе – это вестибулярный аппарат, который фиксирует положение в материнских руках. Ну, вы знаете, наверняка кто-то, потому что вы это не помните, это понятно. Фрейд не работает, потому что он ошибся на 10 лет, так все нормально. Ребенок помнит пространственное положение, сигнал с вестибулярного аппарата, так как держит его мать, когда кормит грудью. Поэтому другой берет, даже супруга, и он начинает орать. Бабушка хватает, начинает орать. Надо точно повторить позицию, потому что у него органов чувств немного. Вестибулярный аппарат, 20% зрительной сетчатки, вот такое, это как в замочную скважину подглядывать за соседом. Это зрение такое, и обоняние. Основное обоняние, потому что именно по обонятельному сигналу он находит грудь матери и признает ее. Поэтому не советую грудь мыть перед кормлением для тех, кто еще хочет попрактиковаться. Это может привести к тому, что он не будет брать грудь. Это знаменитый американский проект по проталкиванию искусственного питания среди новорожденных. Советовали сначала мыть грудь матерям, когда те отказывались, заставляли их переходить на искусственное питание. Потом, когда перестали грудь мыть, все стали сосать, но уже было поздно. Уже привычка кормить малолетних детей возникла в огромном количестве штатов и среди населения. Но это так, к разговору о том, как наш мозг созревает. Вот эти вот все события, связанные с энергетическим балансом, столь дорогим, который препятствует нашему мышлению, он является основой того, что ставит такие барьеры в нашей жизни перед свободным, произвольным мышлением. Вот в книжках, в том числе, в церебральном сортинге и в эволюции мозга человека все время поднимают эти вопросы. Что является критерием человека-то? Ну, мы можем также прекрасно приспосабливаться, как плоский червик, к поиску еды, значит, к размножению, к тому всему пятницу. Что нового? Что нас с людьми делает? Ну, посмотрите, как на нас похожи обезьяны в зоопарке. Ну, все-таки это обезьяны. Если мы даже голые совершенно и на обезьян не похожи, мы ведем себя так же. В чем отличие-то? Надо иметь в себе, так сказать, достаточно критичности, чтобы понять, что если мы не пользуемся мозгом для произвольного мышления, то есть для придумывания каких-то даже простых вещей постоянно, мы, в общем-то, ничем от них не отличаемся. То есть мы продукт биологической эволюции, но у нас появилась одна особенность. Мы можем потратить эти 25% энергии всего организма и заставить себя думать о том, что никак не связано с едой, размножением и доминантностью, то бишь выпендрежем. И тогда мы становимся людьми. Но и возникает всегда вопрос, как часто мы становимся людьми-то? Если взять, посчитать, сколько раз за жизнь там человека, как мне сказал один самокритичный молодой человек в 25-летнем возрасте, ну, говорит, я, наверное, минут 20 был человеком за свою жизнь. Ну, точно. Говорит, больше, говорит, я назвать не могу. Остальное время всё как в рамках приматного поведения и не на шаг в сторону. То есть иначе говоря, основное препятствие это наши биологические корни. То есть проблема-то в том, что вот эти биологические корни преодолеть архи сложно. Ещё взрослым людям ещё как-то можно. А когда это пубертатные подростки, там вообще ни о чём. То есть у них трагедия, напомню, у них опиоиды кончились. Вы знаете, что такое ломка. В кино показывают. Вот тут у них такая ломка. Плюс к этому добавилась замечательная вещь, называемая созревание и половая дифференцировка. А это что значит? Это тот самый момент тоже связан чисто с мозгом. Никаких психологической этой глупости нет. Никаких этих ужимок и прыжков а-ля Фрейда нет. Там всё примитивно, как... Ну, примитивнее некуда. Там есть эпифизарный комплекс, который вырабатывает мелатонин. Это гормон сна. Днём, вот мы сегодня, сейчас яркая погода, очень хорошо вырабатывается в том же, в той же системе, маленькой, такой, сантиметровой шишковидной железе вырабатывается серотонин, который является гормоном дня. Но кроме этого у мелатонина есть второе очень важное свойство. Это возможность учиться в школе. Потому что у тех детей, у которых возникает «О, одного нашёл, ты ещё точно напивай дыхал». Вот, значит, в голубенькой рубашке молодой человек. хихикает. Явно ему хорошо. Ну вот. Проблема заключается в том, что мелатонин подавляет половую дифференцировку. Именно поэтому дети могут учиться в школе. Когда у маленьких детей возникает опухоль эпизарного комплекса, тогда у четырёхлеток, у пятилеток возникает у мальчиков эрекция, они пытаются оплодотворить всё, что можно. Ну и у девочек, соответственно, если вдруг что-то возникает, до пубертатного возраста, то есть это что значит? Это значит, что он подавляет дифференцировку и справляется с половыми гормонами, которые начинают вырабатываться очень рано. Но он подавляет их, но когда возникает баланс между синтезом мелатонина и половых гормонов, то есть половые гормоны начинают постепенно побеждать, что неизбежно, в этот момент становится так называемый тинеджер появляется, неуправляемый. У меня никто нормально слушается, мама говорит, да-да, там все, садит, сделает уроки, как порядочное, а на завтра посылает маму в такую даль, что, в общем, куда макар телят не гонял и убегает из дома. Это значит, вчера работал комплекс мелатонина синтеза в эпифизарном комплексе, а потом половые гормоны на следующий день победили. Вот и все. Поэтому вот эти скачки. Нет там никаких чудес психиатрических и психологических. Одно и то же. Это было, есть и будет. Это затяжка созревания приматов, то же самое у шимпанзе, то же самое горилла, у орангутанов. Это общее место. Даже у мартышек это так происходит. Ничего уникального нет. А у нас там изобретают психологические эти танцы вокруг этих пубертатных подростков. Все там просто довольно-таки. Вот и в этот момент, собственно говоря, об этом я пишу в книжке «Морфология сознания» происходит страшная вещь. До начала вот этого баланса мелатонина, половые гормоны, если ребенком ему еще может что-то научить, он еще что-то может, так сказать, освоить, ему что-то можно вложить в голову, что потом, когда он пройдет это половое сумасшествие, он сделает его человеком. А если вот он этот момент пропустил, то есть семи, восьми, до созревания там 13-14 лет, то уже это исправить очень сложно. Он дальше может пыжиться всю жизнь, базовых знаний, которые вот надо в этот момент загрузить в его пустую голову, уже не компенсируешь. Субстрат будет, на котором это можно будет создавать, будет очень слабеньким. В этом дело. И если мы говорим о том, как, значит, заставить себя думать, это складывается из трех компонентов. Первый, основной компонент, это развитие. Родители должны хотя бы чуть-чуть понимать, что происходит. Второе, это надо не столько учиться, учить работать, хотя это важно, при учении к труду, сколько научиться заставлять себя думать. При этом, что ты не проверишь, думает он или нет. Они же ведь мерзавцы все, малолетки, они там берут вот эту на ладонный компьютер и начинают тыкать. Они там думают, что есть все ответы на все вопросы. Они не понимают, во-первых, что это инструмент корректировки их сознания, который очень опытными людьми очень умело строится. Это раз. А во-вторых, там ответы, которые как раз через несколько шагов должны привести к искомому результату. То есть обман-удувательство в лучшем случае торговля. Вот в чем дело. А им кажется, что у них в руках энциклопедия. Но это вот как во времена Отсона и Крик, которые описали ДНК, создали первую модель, когда к ним приехала проверочная комиссия и говорят, ну так, ну-ка, расскажите нам, чего вы здесь научились, пару оснований нарисуйте. Он говорит, и говорит, да зачем нам эти основания знать? Вот у меня книжка есть. Открывает, вот здесь все написано. Крик, конечно, молодец. Не спорю. Но для рассуждений нужно знать все-таки, как основания пишутся. И дальнейшая жизнь Крика, мы, слава Богу, ее знаем, хорошо показала, что это сильно повлияло на его интеллект. Вот он так и остался, здравомыслящим ученым. А Крик, как известно, вышел в тираж очень рано. То есть и накопление знаний, и умение пользоваться мозгом, чтобы их получать, оно должно средотачиваться вот в этот период. А после полового созревания уже здесь чистая практика, что мозг заставить просто так работать по известным причинам нельзя. Люди, склонные к ленинг патологической, к безделью, к наркомании, обычно находят себе какие-то формы, защиты от мыслей. Это религия. Понимаете, вы живете по инструкции. Все, у вас все расписано. Чем более расписано, тем глубже синтез эндогенных утешителей. Это раз. Второе, необязательно религия в качестве религиозной формы, может быть, даже научная деятельность, когда человек упирается в определенный алгоритм и не видит ничего за ним. Это может быть молекулярная биология, теоретическая физика, это может быть все, что угодно, может быть, искусство. И если алгоритм, ты следуешь алгоритму и все хорошо, мозг не работает. Ну и замечательно, ты получаешь свою дозу тех самых искомых утешителей внутри и все для тебя хорошо. И более того, остальные реагируют на это очень позитивно, потому что, как известно, самые опасные люди в любом обществе это те, кто думает. И они подлежат в первую очередь к уничтожению. Ну а теперь давайте вопросы наверх. А вы все-таки если кратко скажите, как получите интерьерки? Вы пока что рассказываете о том, как не повысить подозрение. Я рассказываю о том, что мешает повысить интеллект. Нет, повысить интеллект очень просто. Человек отвалилось что-нибудь? Вот здесь где-то прикрутили. Давайте. Как повысить интеллект, так сразу техника не работает. Как вы мешаете, так пожалуйста, все записано. Нормально? Можете облакать. Да. Дело в том, что повысить интеллект можно только одним способом. К сожалению, насилием мозга. Никто не может сам вот так взял и возник. Все эти сказки про Менделеева, я умоляю, съездите в Баблова, где он, собственно говоря, придумал свою таблицу. Ну, не за этим он ее придумывал, не пришла она ему ночью, прям как шабанул, он бедный проснулся весь в поту и тут же нарисовал. Бред сивой кобылы. Он очень хотел отдать деньги своему приятелю, полковникому, с которым на двоих купили это имение в Баблова. А денег не было. За это он хотел занять кафедру неорганической химии в Санкт-Петербургском университете. А чтобы занять кафедру надо быть не только родственником академика или каким-нибудь там, ну, это раньше. Надо было что-то знать и уметь. И для этого был критерий хороший. Надо было написать учебник, по которому студентов ты будешь учить. Сейчас у нас это не практикуется. Достаточно всем других достоинств. И он писал полтора года этот учебник, двухтомник. И он пытался для студентов изложить неорганическую химию так, чтобы им было понятно. И он полтора года бился на дне. Он пересмотрел все известные на тот момент системы периодизации неорганических элементов. Сам несколько уже придумал. Но никак не ложилось. И в конце концов он использовал атомный вес. И действительно ему как бы схема пришла во сне. Но надо полтора года жить этим, чтобы что-то приснилось. А если ты будешь полтора года жить колбасой и черной икрой с сметаной под коньяк, то не приснится ничего, кроме коньяка. Поэтому не советую надеяться на случай, а советую как следует поработать. Поэтому поумнение, то есть как повысить свой интеллект, оно связано с трудом в первую очередь. И здесь есть глубинный ответ. Функционирует мозг очень своеобразно. Он образует связи все время и разрушает их. И эти связи образуются в тех областях мозга, которые в данном случае используются. Если вы о чем-то думаете долго, то у вас в мозге возникнут именно в этой области, которая связана с музыкой, с рисованием, с решением технической задачи. В конце концов, как деньги украсть, тоже хорошее занятие. Это уже становится все более непросто. как в старом американском фильме, когда два гангстера встречаются в ресторане, один другому говорит, ну как ты живешь, ну в общем ничего. А я, несмотря на то, что я гангстер, у меня полное впечатление, что я деньги зарабатываю. Вот примерно такая ситуация. То есть работать надо, мозг этому сопротивляется, и для того, можно повысить свой интеллект, нужно просто работать. Не надо изучать биологию, если вы занимаетесь инженерией, но вы в инженерии решаете задачи, которые плохо решаются или не решаются совсем. Вот тогда мозг вы заставите образовывать новые связи в нужных областях. Пожалуйста, принимайте руки. А вот человек не поднял руку, уже первым пошел. Нет? Вы как-то раз говорили, что опиоиды может получать ретогенный и взрослый человек при каких-то условиях. Я не могу тогда говорить. Да, есть такая история. Дело в том, что опиоиды у человека вырабатываются. Они вырабатываются у взрослого. Просто значимость их близка к нулю. Но это на грани ошибки, короче говоря. Но в некоторых случаях мощнейшего стресса близкого к выживанию человека. Это бывает, они вырабатываются. И сопереживания, связанные на основу женщин, связанные с детьми, когда там травмы, трагедии всякие. Вот так, потому что это защитный механизм, который гасит перевозбуждение. То есть в качестве защитного механизма. так просто их заставить вырабатываться невозможно. Творчество с этим не связано? Нет, нет, Творчество это культ личности разной степени удовлетворенности. Да, да. А можно длинный вопрос? Что, что? Длинный вопрос. Это опасный вопрос. Давайте. Вот смотрите, Сергей Ильич Иванович, я интересуюсь одним вопросом по лингвистике. Получается, если посмотреть, то не принять, допустим, что в словарях национальности миллион слов и принять, допустим, что сейчас 180 государств и получается, допустим, 180 миллионов слов есть у человечества. А человечество там, допустим, 7 миллиардов человек. То есть человек в общем, в принципе, не придумывает слова и получается, что как бы мышление человека канализировано. Каким образом канализировано? Ну, то есть, если бы было, допустим, 7 миллиардов оригиналов, то они были бы хотя бы придуманы по одному слову. Так а зачем слова? Слова это многие животные не говорят, но машут руками. Вы видели, как разговаривают два старых итальянца между собой. Это аттракцион в зоопарке. Потому что они машут руками с такой интенсивностью, что значение слов тут же меняется. Вы поймите, слова это всего лишь навсего информация и непредметная. Они возникли не как предметные явления. Вот зачем вам слово, сейчас чуть объясню, почему этот посыл не совсем верен. Зачем вам слова, если вы можете объяснить это все руками? Что вы не можете объяснить руками? Почти все. Неправда. А зачем вам речь? Понимаете, 180... Нет, это принципиальный вопрос. Возникновение речи связано с тем, что человеку надо было, ну не человеку, это я думаю, что еще в поздних австралопитаков возникла вся эта история, надо было передать то, что нельзя передать руками, то, что нельзя передавать движениями, как итальянец, когда злится, что ты его не понимаешь, он делает вот так вот и начинает орать. Вот. Ну вот. Человечество за это время купло на него очень много слов. Так слов у нас не так много. То есть человек мышление вот в этом плане канализировано? Да не канализировано у нас мышление. Канализация это значит граница, за которую он не может выйти. Мы мыслим и образами, и звуками, и словами. У нас математика есть. Извините, что такое математика? Это сублимация речи. То есть если вы говорите одно яблоко, да, а в математике это просто один. Слушайте, это неправильно, потому что предлог на его описание в одном из наших беглых современных лингвистов написал толкование предлога на. Такая книжка такого размера. В русском языке. Чего вы там объясните? Поймите, что вот из таких предлогов речь-то и началась на самом деле. Потому что обозначение того, что нельзя обозначить. А вопрос-то в чем? Вопрос в этом. Первый слог, который надо предъявить. Так, позвольте, но вам уже уделили большое количество времени, больше, чем 5-6 человек. Давайте все-таки потом. Потому что невозможно времени так много уделять. скажем, скажем, пожалуйста, какой должен быть для своя дня, чтобы человека, чтобы с одной стороны повысил свой интеллект, а с другой стороны не подорвался и не истощился? Да, это очень простой вопрос. Свою жизнь менять никогда и никак не надо. Вот как вам хочется, так и живите. Но есть одна проблема, потому что с возрастом все будет еще меняться. Вот этот самый эпифис, о котором я говорил, который вырабатывает гормон дня и гормон ночи, он постепенно, вот у вас он дегенерировал примерно на 25%, а через 30 лет он дегенерировал процентов на 80. И вы, как все старики, будете спать не 8-9 часов, как сейчас, если вас пока не разбудят, а вы будете спать 5-6 часов. Почему? Потому что мелатонина в маленькой этой штучке вырабатывается мало. А начнете мелатонин есть из американской банки, плохо кончится. В психиатрической лечебнице нельзя нарушать суточные ритмы. Как вы знаете, шизофреники, они как раз по ночам не спят и бегают. Они активные. Иначе говоря, для того, чтобы ведите, живите как хотите. Ешьте по утрам, пейте водку, там, чего хотите. Можете на ночь наедаться картошки, там, с бараниной. Чего хотите? Вот как хотите, так и живите. но есть один принципиальный момент. Человеческий мозг может выдержать интенсивную работу по-настоящему, то есть ту самую, которая является творчеством, примерно в течение четырех часов. Все остальное время, если вы занимаетесь творческой работой, вам надо заменять это интеллектуальное усилие на механические. Вам надо что-то делать руками, подготовьтесь. У нас же ведь как, вот классическая женщина приходит на кухню, да, не обижайтесь, дама, я вас умоляю, вот, и собирается готовить ужин. С чего она начинает? Всякая порядочная женщина начинает с мытья посуды, правильно? Ну, которая с утра осталась. Ужин откладывается на час. Ну, и так, то есть, аж чего надо сначала запустить приготовление, а потом... Вот, в мышлении в человеческом основная проблема подготовка к этому состоянию, когда вы творчески думаете. Там обычно много чего надо руками делать, почитать, что-то, какие-то заметки сделать, если вы что-то пишете, если вы занимаетесь инженерным каким-то делом, надо разобраться в каких-то конструкциях, что-то подготовить, что-то прорисовать, что-то собрать в компьютере, ну, и так далее. Это не зависит от профессии. Можно быть обычным сантехником, и это решает то же самое. Вы знаете, были наверняка в частных домах. Знаете, сантехника не работает почти нигде, как надо. С чего бы это? Потому что сантехники думают не тем местом, которым работают. и так за что не возьмись. То есть для творчества, для самореализации огромное количество вариантов. Но четыре часа в день это вот то, что можно потребовать от своего мозга. Больше не надо. Даже если хорошо идет. Вам кажется, ну, вот сейчас-то я там до Америки прокопаю. Ни в коем случае. На горло собственной песни, как Маяковский. На завтра откладывайте. потому что количество нервных связей вы уже почти полностью использовали. Отложите, утром пойдет еще лучше. Так что вот четыре часа. А там дальше у всех свой метаболизм. Понимаете, кто-то привык питаться манной кашей по утрам, а кто-то привык яичницу делать на беконе. Ну, таких советов давать. Единственный совет это пища должна быть сбалансирована. Белки, жиры, углеводы должны быть обязательно, потому что строятся из белков и липидов. А весь электролитический баланс построен на тех электролитах, которые завлекаются из углеводов или там из минералки хорошей. Вот имейте в виду. А так никаких запретов нет. Вот здесь просто если будете работать в шуме, там, например, дома бегают четверо детей, любимая жена, теща, значит, конечно, вряд ли вы что-нибудь очень много мозг будет тратить на защиту от этого. Все-таки нужны условия подходящие. Давайте ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, я занимаюсь вопросами обучения и команды. Кого? Команды. Ну, то есть, баскетболистов, что ли? нет, нет, нет. Мы ставим задачу, да, в основном по достижению какой-то материальной цели, денежной, и, соответственно, все должны в сторону этой цели, то, что надо пойти в классический бизнес. И, потому что, мы применяем, конечно же, материальную материнскую, да, на этот рейк. Если ты выполнил цель, ты получил, там, красивый пиньер, там, машина-место, ну, и прочие-прочие материальные различия. Вот, хочется какие-то, может быть, новые идеи, по поводу того, как можно мотивировать именно команды, может быть, меньше паникает по требованию индивидуального члена команды, как мы это делаем сейчас. Я понял вас. Я могу сказать, что у вас очень стандартный международный подход, достаточно эффективный, но среди ваших команд умных не будет. Исключено. Заставить человека интеллектуально напрягаться за машины мест невозможно. Ну, люди очень быстро понимают ценность материальных достижений всяких. И в этом обезьянье горе. Они понимать-то понимают и не хотят за это работать. Отбор людей это ключевой вопрос, о котором я в том числе сейчас занимаюсь. Два слова об этом скажу и объясню. Вы подождите, пожалуйста, что вы будете стоять? Присаживайтесь, сейчас чуть расскажу. Здесь перекликается вопрос вот с длинным первым вопросом о лингвистике. Дело в том, что на самом деле, поскольку создание томографа с разрешением микрон воксель, он идет очень медленно, потому что денег очень много, и всякий хочет их немножко украсть. Сами понимаете, это тяжело идет. Трудно, когда идет проект многомиллиардный, не отчипнуть невозможно. Ну и прилипает, в общем, поэтому идет медленно. Но идет. Вот я могу сказать, что постепенно вопрос двигается, когда прямой критерий будет оценки. Вот мозг устроен так, все, значит, такие возможности. Ну, пока дело еще двигается вяло, мы довольно много занимаемся эквивалентами. То есть, о чем идет речь? Речь идет о том, что вот в человеческом мозге определенные функции связаны с конкретными полями. Эти самые конкретные поля выполняют очень конкретные функции. Это проверено на опыте двух мировых войн и миллионов людей с поврежденной головой. Сейчас, кстати говоря, этот опыт активно, как вы понимаете, пополняется. Нейротравма, показывающая локализацию функции, она, к сожалению, в военное время часто происходит. Так вот, этот опыт показывает, что, например, просто в речи, которые вот я сейчас, или вы спрашиваете вопросы, я говорю, участвуют где-то около 12-14 полей, там 20 подкорковых ядер, связанных с речью. А если вы письменно пишете, то там до 35 в каждом полушарии доходит центр. Они индивидуальны, а их размер, поскольку вот в книжке есть «Изменчивость и гениальность», где я разбираю эти вопросы, у разных людей разные поля, которые отвечают за разные функции, они разного размера. Никаких здесь тайных секретов нет мадридского двора. У одного человека поле может быть в 5-7-10 раз больше, чем у другого, отвечающие за конкретную функцию. Ну и как вы договоритесь? Ну нет субстрата для восприятия, а это не предел разницы, предельная разница по подполям 40 раз. И это не предел. Катастрофа стоит в том, что многие подполят, выполняющие конкретные функции, у одного человека есть, а у другого нет. Вообще нет. Физически отсутствует. Вы не можете договориться не потому, что он плохой, хороший, или там размер этого поля маленький, потому что его просто нет физически. и это у людей обычное дело. То есть у нас индивидуальная изменчивость перекрывает видовую. Поэтому многие не могут договориться и не надо. Дуэль на сковородках это не то, что вам нужно. Отойдите в сторону, мозг устроен у этого человека значит настолько по-другому, что вы никогда не найдете общего языка. Хотя могут быть многочисленные потомки. Это пожалуйста. Эволюция мозга шла отдельно от эволюции того, что ниже пояса. Поэтому говоря о лингвистических вещах, о том, о чем вы спросили, чтобы вам изменить, здесь получается так, что люди крайне имеют индивидуальную конструкцию. Она отражается в письменной речи? Да, отражается. Вот мы на протяжении семи лет разрабатываем технологию, которая дает уже результат. То есть людей очень одаренных можно выявлять таким способом. И мы анализировали всякие группы, в том числе и бизнес, вот группы, которые нацелены на решение материальной задачи. Там, к сожалению, из семи градаций все ниже четвертой, то есть совсем вниз. На таких людях такая заинтересованность работает. То есть вам нужно, если работать с группами, нужно делать предварительный отбор, тогда вы получите людей, готовых для более сложных задач. А те, кто решает материалку, так и будут не решать, постепенно утрачивая интерес к этому. Понимаете, это вопрос первичного набора людей. Таким способом, да, анализируя письменную речь, причем нам не интересует ни содержание, ни рукописные варианты нам не нужны, на машинке, на компьютере написан текст. Можно по этим данным определить, потому что человек не понимает, как он думает. Это самый главный секрет. Ну, он не может сказать, давай-ка сейчас нижнетеменное поле напрягу, теперь 43-е, 44-е, теперь 23-е, давай поработай. Он не понимает, как это все происходит. Как он не понимает, почему он выстраивает слова в такие лингвистические конструкции. Для этого надо реализовать все человеческие свойства. У нас нет другого инструмента, кроме письменной речи, где бы было воплощено то, что делает нас людьми. Мы продумываем то, что мы хотим написать, мы подбираем из памяти, из опыта слова, мы берем лингвистическую конструкцию и составляем план ее изложения. У человека нет другого инструмента, поэтому письменная речь крайне важна, поэтому всякие полоумные писатели нет-нет да появляются. Это уникальные свойства, которые очень трудно смоделировать и очень трудно изменить. Оно как отпечатки пальцев на всю жизнь, но если конечно не инсульт, там будет интересно. Давайте еще вопросы. Выкидываю, есть помимо, что с возрастом происходит попадение половых гормонов и мудрость приходит. Мудрость? Ну если глупость была связана с половыми гормонами, то да, при их падении появляется мудрость. Это точно. В течение времени что происходит? Сейчас объясню. Это несложный механизм. Во-вторых, здесь вспомнили, что подсознание вообще демилизирует все мысли, подсознание решается. Это хорошо, но подсознание нет. Да, интересно. И вот эти опыты проводили, что какую-то задачу ставят, потом переключают на решение задач, то есть юридическая, философская задача, нужно математическое что-то решать. в это время генерирует подсознание, потом подсознание возвращается и цепляет ответы. И еще другой вопрос. Нет, позвольте, три вопроса, нельзя. Вот женщины, мужчины, чем вы отвечаете? Да, все понял. Значит, ну давайте начнем с первого вопроса. Первый у нас там про что было? Про возрастные. Значит, кратко отвечаю на возрастные изменения. Да, возрастные изменения есть. Да, у нас мозг построен, у меня есть книжка такая вот «Изменчивость и гениальность», еще там некоторые, там «Нищета мозга», самая простая книжка, самая доступная. Там почитайте, там все подробно описываю. У нас очень просто все устроено. В мозге нет ничего хитрого. Ну вот мозг Илона Маска, как известно, от экспериментального поросенка ничем не отличается, если не знать точно, у кого-то его извлек. Дело в том, что конструкция мозга и у свиньи, и у человека устроена очень просто. Там у нас есть кора, то есть у всех млекопитающих, покрытая борозными извильными. Она как раз для того, чтобы накапливать индивидуальный опыт и принимать произвольные личностные решения. А есть подкорка, то есть лимбическая система, которая досталась нам от обезьян и которая диктует все наши животные желания. Что получается? Когда половых гормонов много, эта лимбическая система подчиняет себе, как малолетний подросток, 14-летний, компьютер, его не интересуют никакие мировые знания. Его интересуют девицы в бикини. Ну, вот он туда и тыкается. То есть от всего мирового знания интересует маленький кусочек, связанный с репродуктивным поведением. Он там и сидит. Вот ровно такая же штука и с нашим мозгом. У нас есть лимбическая система, которая определяет еду, размножение, доминантность и долгое время при высокой активности действительно контролирует все мысли, направленные на что? Ну, как на что? Найти противоположный пол, построить норку, там размножиться и выпендриться перед соседями, их потом. Этим занимается почти все человечество. Эта лимбическая система, она доминирует у большинства людей, и они обращаются к аре, к памяти, к мировому человеческому опыту, в случае крайней необходимости, когда они могут решить биологическую задачу. И вы абсолютно правы, действительно, у человека снижением половых гормонов происходит поумнение. Но обычно это происходит так поздно, что уже сделать практически ничего нельзя. Приходится только повесить ночь, но сожидать смерти. Потому что, к сожалению, мы еще очень сильно биологические существа. И препятствия, которые возникают биологического рода, у нас внутри зашиты. Они почти непреодолимы. Объясню, понятно, эта лимбическая система, она занимает 10% мозга. 80% занимает кора, которой мы думаем. Значит, соответственно, с тем, что я вам говорил, для того, чтобы обеспечивать энергию, вот эту большую кору, 80%, нужно тратить на нее 80% из той энергии, которая приходит в мозг. А человек поступает интуитивно, ни о чем не думая, используя лимбическую систему, которая всего 10%, и получает похожий результат статистический. Ну и зачем это напрягать такую кору? Вот и получается, что пока есть подчиненность лимбической системы, с помощью половых гормонов, других страстишек, масса всяких, сребролюбия, выпендрежи, всего остального, много всего. У обезьян, вы знаете же, многие приматые так, всегда доказывают свою доминантность, показывают задницу, а самцы еще у них снаружи половые органы торчат. Поэтому сразу обезьяну видно, примат, демонстрирует и то, и это. Вот в этих пределах, да, конечно, мышление у нас тоже есть, но оно обезьяне. Когда кончаются гормоны, приходит осознание, что жизнь прожита зря, и надо чем-то заниматься другим. Но это печальная картина. Еще чего у нас был там? Напомните еще что-то был вопрос. Что-что? Подсознание не существует никакого. Оно не может ничего генерировать, раз его нет. Есть лимбическая система, которая определяет животные мотивы поведения. Никаким подсознанием нет, потому что нельзя разрушить такую систему, что подсознание исчезло. Многочисленная травматизация показала то, что психологи выдают за подсознание, это просто нижневентральная лобная часть коры. Не надо вестись на такие рассуждения. Нет у нас никакого подсознания. Это интуитивные биологические решения, которые человек принимает под действием опять-таки биологических мотиваций интуитивно. Вам в лоб лечит снежок, значит, и вы уклоняетесь. В кору сигнал еще не пришел. Или воробей летит вам в лоб. Вы раз отклоняетесь. В кору сигнал не пришел. Это лимбическая система автоматически срабатывает. Это не сознание. Сознание, то, что называется в психологии, во-первых, такого понятия нет. Как таковое. Запросите любого психолога, что такое сознание, вам не ответит никогда. Начнет рассказывать о калашении пшеницы на Луне. Дело в том, что сознание, то, что мы понимаем, оно является корковым. То есть оно существует только в коре. Подсознание подразумевается, что некое интуитивное решение, которое вдруг возникло само собой. Так не бывает. Все интуитивные это не решение, это, скажем так, мотивированные биологические позывы, которые возникают, вы говорите, вот, мне пришла идея. Не идея, идея так и пришла в коре. Просто вы стимулировали ее с помощью гормональных, в первую очередь, гормональных центров. У нас их немного, семь центров основных. Они контролируют базальное поведение, поэтому все, даже рассудочное, самое разумное решение проходит через фильтр лимбической системы, то есть через гормональную эмоциональную оценку. Но в ней ничего не заводится, там, простите, нейронов мало. И они к тому же, ну, представьте себе, там их в восемь раз меньше, чем в коре. Додуматься чем-то на уровне лимбической системы невозможно. В подсознании нет структур, которые могут обеспечить мышление. Там автоматически инстинктивно-гормональная система управления. Ну и последнее про мужчин и женщин. Да, есть отличия. Есть много центров в мозге, которые четко говорят, кому принадлежит этот мозг, мальчику или девочке. Даже если выковырить его, и мы не знаем, кому он принадлежит, а он очень похож, кстати говоря, различается чуть-чуть по размерам и у негров, и у китайцев, и у мужчин, и у женщин, и у белых. Но там есть центры, они называются сосцевидные тела, где половой деморфизм, имеет структурную выраженность. То есть клетки располагаются определенным образом, имеют определенную форму. У меня лет шесть или семь назад докторскую защищал как раз морфолог из Рязани именно на эту тему о половом деморфизме и возрастных изменениях в сосцевидных телах. Это, да, доказанные вещи на огромном материале. Так что это есть. Кроме этих сосцевидных тел, которые лежат в основании как раз мозг и относятся к лимбической системе, что определяет половое поведение. Есть еще некоторые там особенности в структурных центрах той же лимбической системы, которые позволяют найти отличия между мужчиной и женщиной. Соответственно, и поведение разное, задачи разные. Не надо требовать всеобщего равенства. А то вон в Англии уже в туалет сходить нельзя. Все 56 полов в одном сортире. Это же жуть какая-то. Вы меня простите, конечно. Я все понимаю, но это перебор. И таким образом у нас есть на самом деле глубокие отличия, в том числе и поведенческие. И очень важные отличия между мужчинами и женщинами по лобной области, потому что это основной тормозной центр. Почему у женщин анорексия бывает, а ты еще раз говорил об этом, а у мужчин нет. У мужчин анорексия практически не встречается, а у женщин кругом и рядом. Она превращает себя не ест ничего, превращает себя в худышку, там 45 килограмм, и умирает. Можно вылечить. В 60-е годы лечили, и в том числе и в Европе. Сейчас только в одном месте. Я много раз раздавал адресочек. В Мексике есть одна клиника, где лечат в течение двух недель анорексию. Просто берут острый ножичек и подрезают лобную область. Немножко. Кстати, говорю, у женщин сознание не меняется. Зато они начинают есть. Почему? Потому что лобные области тормозят, являются основным термозным центром, который в том числе и тормозит половое поведение. это есть. Да, вот такие отличия есть. В том числе прямые, морф функциональные, которые нас окружают. Давайте следующий вопрос. Здравствуйте. у меня много информации о людях с расстоянием личности. Там психопат, нарцисс, и приводится информация, что добавляли маркеры, смотрели мозг, и есть, что у них часть мозга какие-то не работает, и за это влияние поведение. Сталкивались ли с такими исследованиями достоверными и... Да, сталкивался. Сталкивался, сталкивался. Достоверность близка к нулю. Ну, вот. В основном достоверность связана с тем, что люди, которые этим занимаются, хотят немножко заработать. Это нормальное явление, и объясню, в чем дело. Потому что вводя вещества, надо вводить такие вещества, которые пройдут через гематоэнцефалический барьер. А если туда вводят, как всегда, на западе еды, у нас сейчас стали баловаться радиоактивную дезоксиглюкозу, то она отражает просто особенности конструкции сосудистой системы. Чего хотите, того и найдете. Вопрос за сколько, как у прапорщика задавая. То есть, иначе говоря, эти все работы абсолютно некорректны. Вот. То есть, выполнены на уровне медицинской физиологии, такой клинической, которая ничего не говорит о мозге. Потому что современные томографы определить ни полей функциональных, ни даже локализации функций определенного типа практически невозможно. Только после смерти. Поэтому на эти работы не обращайте внимания. а то не положат в томограф человека и говорит, думай про математики и говорит, вот центр математики. Я смотрю работу, мне плохо становится, потому что она находится в центре пищеварения. я не могу это комментировать. Это западный подход. Дай вас слушаю. Два последних человека. Вопрос и вопрос. В одной из передач вы приводили статистику из США по результатам усыновления детей и не благополучных семей. Да, есть такие работы. да, такие американские публикации. С другой стороны, а как это не очень понятно, как это связывается с индивидуальной изменчивостью? Вроде как вы говорите, вероятность схожести мозга родителей и детей практически угревает. Больше он будет походить на душу. Да, вопрос понятен, сейчас отвечу. И можно про вопрос. В книге Нечто Мозга вы пишете, что через там тысяч лет мы перестанем иметь возможности испытывать вот эти наши обезьяни и радости. Вот ваше просто мнение, как это может отразиться на продлении человеческого рода? Если мы перестанем... Ну человеческий род может продлевать разными способами? И это может как-то перейдет у нас этот инстинкт на корму? Ну вопрос понятен. Значит сначала по-американской этой статистике за счет индивидуальной изменчивости. надо сказать, я приводил эти данные, да, американцы регулярно этим балуются, потому что никак, там неблагополучные семьи, там ребенок растет, растет, потом родители оказываются в тюрьме еще где-то или там вообще душеглупство происходит, их забирают в другую семью, а дальше в 70% примерно случаев происходит то, что вы сказали, да, действительно отклонение. Мозг разный, по идее, если бы эти дети с момента рождения оказались у приемных родителей, все было бы нормально. То есть там не было людей, кто убрали владельцев? Нет, нет, об этом нет, речь идет, а как раз самое страшное, что это один из аспектов в книжке «Морфология сознания» об этом пишу, самое страшное, что вот есть период созревания вот этой самой лимбической системы обезьяний, он происходит раньше коры начинается, кора у нас начинается в 7, 8, 9 лет, почему детей нельзя до этого времени в школу отдавать ни в коем случае, потому что разрушим психику ребенка, у него возникнут системы отношений на связях, которые формируются при созревании лимбической системы. Есть дети, которым все равно, а большинству детей это серьезная трагедия, а вот на лимбической системе запоминаются, он не понимает ничего, но он запоминает алгоритмы поведения родителей, копирует их, потому что это базовые формы поведения, как встай обезьян, самые-самые базовые, все сложное потом появится, когда начнет дифференцироваться кора. если ребенок, ну, например, оказался там среди разбойников, террористов Сирии, с трех до восьми лет, вы ничего с ним не сделаете. Представьте к нему 50 психоаналитиков и танцуйте с бубнами круглые сутки, вы запечатление, возникшее в лимбической системе, не выбьете. Поэтому американцы, они же ведь как? Эти работы проводятся, но они не берутся дифференцировать. Работа была бы корректной, если бы они взяли вот тех, кто прям с рождения сразу и вырос. То есть определить, существует ли внутри мозга, и задача-то сама по себе интересная, такая конструкция, которая бы предполагала особенности поведения. Ну, во-первых, они этого не делают. Они конструкцию мозга никогда не смотрят. Они вообще этим не занимаются. Это раз. Во-вторых, такие эксперименты они проберут огулом всех детей. А там среди них очень большой процент вот этих вот. Считается, что в 7-8 лет они очень податливы. Они податливы за счет коры. Но лимбическая система сформирована, уже назад пути нет. Если ребенок там смотрел, как его папаша из пистолета расстреливает пленных в Сирии, то он так же будет делать. Вы ничего не сделаете. Пройдет 20 лет, он возьмет пистолет и будет так же точно себя вести. Это невозможно исправить. Надо это четко и ясно понимать, если вы не хотите там расплодить террористов дикое количество. Поэтому это американская работа. Я просто стараюсь, вы поймите, никогда зря почем не критиковать коллег, которые бы где бы не работали. Потому что ну и так тяжело в общем. А здесь работы в основном вот такие связанные с анализом поведении людей, они не всегда чисто сделаны. Поэтому ваш вопрос абсолютно справедлив. И я уверен, что если взять ребенка после рождения, чтобы он не находился в среде, то есть не был депривирован от обычного общества, то быстрее всего все будет нормально. А вот если взять после 8-9 лет, то я боюсь, что это может быть уже неисправимой ситуацией. Они будут отсроченными, они не проявятся сразу. Вы ничего не разберете. А вот через 15-20 лет это все выскочит. Поэтому эти, как они называют, длинные работы, они имеют интерес, но, к сожалению, было бы хорошо, если бы они их чисто делали. Давайте еще вопрос. И мы постепенно будем завершать. Уложимый Сергей Славович. Здравствуйте. Спасибо, что делитесь с нами знаниями. Это был вопрос небольшой. В одном из интервью вы говорили про то, что мозг для нашего организма является народным телом. Можно ли как-то чуть-чуть поподробнее об этом узнать, как это связано и как связана нервная система с нашей иммунной системой? Очень плохо связана. Я не очень сильно делюсь знаниями, потому что меня уже может скоро заменить попугай, который будет повторять книжки. Но на самом-то деле иммунная система это большая проблема мозга. Вот если взять прямо сейчас у вас кровь и посмотреть антитела к вашей собственной нервной системе, то выяснится, что они там есть. Палец срезали, пол бометро дверью получали, все, уже готовенький. То есть у вас есть маркеры, показывающие, что ваша иммунная система выработала антитела к вашему мозгу. Почему? Потому что мозг у нас забарьерный орган. На всем протяжении все нервы и сам мозг, там гематоэнцефалический барьер, здесь швановские клетки, там еще олигодандроглия, которые закрывают нервную систему от вашей иммунной системы. Почему? Здесь надо немножко коснуться вопросов фундаментальной генетики. У нас всего работающих 25 тысяч генов, а в мозге у нас 150 миллиардов нейронов. Понимаете, что закодировать 25 тысячами генами 150 миллиардов нейронов, это смешно, конечно. И более того, поэтому мозг развивается по другим законам, я их описываю во многих книгах. А проблема заключается в том, что нельзя при таком количестве скромном генетического материала сделать так, чтобы иммунная система распознавала все белки, которые есть в нервной системе. Поэтому оказалось в эволюции проще, повышая метаболизм, создать барьерные функции вокруг мозга. Поэтому мозг на самом деле инородное тело для нашего организма, ну как заноза, сами понимаете, лишнее явно для многих. И реакция такая же, если нарушается этот барьер, возникает воспаление. Вот приведу актуальный пример. Здесь недавно я много достаточно смотрел материалов по смертям от ковида. Дело в том, что вы знаете, сам переболел шесть раз, а вот сейчас про храмов. Что происходит? Есть такие ситуации касательно мозга, когда у нас усопший имеет идеальные легкие, идеальную печень, ну просто как у 18-летнего, сердце, печень, поджелудочная железа, кишечник, все в идеале. Претензий нет. Проздоров, как пишут врачи. А вот с мозгом происходит неприятность. И в чем же дело? Там как раз яркая демонстрация работы мозга и иммунной системы. Что же происходит у таких людей? Они умирают, естественно, от проблем с мозгом. Оказывается, если смотреть гистологические срезы и внимательно анализировать, что происходит, использовать маркеры к ковиду, ну чтобы различить, где она, где попала, где не попала, это все очень хорошо разработано, то выясняется очень интересная вещь. Туда приходит, вирусная инфекция попадает, дальше она пробивает гематоэнцефалический барьер, а это сложная конструкция, сосуд, стенка, глиальная клетка, нейрон. Надо пробить через клетку, только у нас почему мозг так дорого стоит? вся еда и все какашки в одну и в другую сторону переносится через тело глиальной клетки. Что происходит? Вирус попадает, пробивает это все, разрушает гематоэнцефалический барьер, и туда попадает иммунная система, и вот уж начинается полная радость. Иммунная система атакует мозг, и человек погибает, причем очень неприятно. то есть иначе говоря сам вирус в мозг не попадает, то есть есть единичные находки, но по-моему это контаминация быстрее, то есть в сотни работ, которые я смотрел, смотрел сам материал, этого не происходит, вирус остается со стороны барьера, где иммунная система, а вот иммунная система проникает в мозг, а его разрушает. Вот прям причина смерти. Причем массовая в Европе случаев 300, наверное, было точно написано уже в Америке тоже. Понятно, что с иммунной системой? Понятно, спасибо. А спастись от этого как-то возможно? Да. Китай показал, это не я придумываю, китайцы показали, что те, кто курил, умирали в 15 раз реже, а те, кто пил и курил, то в 30. Так что я вам ничего не советую, но вы сами должны их принимать. Иммунные, от чего умирали люди от ковида? От того, что иммунная система хорошая. Кто умерт в первую очередь? Спортсмены, физкультурники, зожники. Я думал, что они кончатся в конце конца. Но все-таки сохранились. Потому что там же основная реакция к раз иммунной системе. Иммунная система убивает клетки, содержащие вирусы. А где дыхание? Поэтому в легких. Вот и все. Поэтому чем активнее иммунная система, тем быстрее наступала смерть. И вначале это было огромной проблемой. Только потом врачи научились использовать схемы, понижающие иммунитет. Все наоборот. Если в обычном гриппе надо повышать, а здесь надо понижать. И там смотришь, одни мускулистые физкультурники в морг поступают. А бомжи как валялись около ларьков, так и валяются. хоть бы что им. У них мунной системы нет. Она вся пропита и прокурена. Некоторые преимущества получили. Такое бывает. Между прочим, нас сейчас смотрят 592 человека. 592 человека. В данный момент мы сейчас проедем. Спасибо. Большой зал виртуальный существует помимо людей, которые происходят сейчас сюда к нам. Давайте поблагодарим Сергея Вячеславовича. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ